Реальность, подходящая к концу лучшей рабочей недели. Все, что врезалось в память, анализируем вместе в итоговой информационной программе от редакции Репортер 73. В студии Евгений Луковкин. Здравствуйте. В Новый год с Репортером завершился марафон поздравлений и конкурс на самую креативную фотографию. Наша съемочная группа 28 декабря поздравила финалистов и победительницу и вручила новогодние подарки. Главным призом был плазменный телевизор и определить его счастливого обладателя редакции канала было не так-то просто. Фотографий по хэштегу Репортер 73 нашлось немало и каждый участник конкурса постарался быть максимально креативным. С 14 декабря на Репортере 73 стартовал конкурс в преддверии Нового года. От участников требовалось сделать фотографию с хэштегом Репортер 73 и выложить в соцсети или Инстаграм. Участники сделали огромное количество фотографий, десятки фотографий различных, интересных, креативных. Сегодня мы подводим итоги, как и обещали, 28 декабря в торговом развлекательном центре Аквамол. Подарить новогоднее настроение себе и окружающим, поздравить с праздником и оставить самые добрые пожелания могли жители Ульяновска под елкой в торгово-развлекательном центре Аквамол. Репортер 73 провел марафон поздравлений, творческий итог которого наши телезрители видят в эфире с 20 декабря. Дорогие мои, поздравляю вас с Новым годом, с 2018 годом. Я желаю вам счастья, любви, здоровья, денег, всего, чего не было в этом году, будет в том году. Я хочу поздравить всех своих родных и близких с наступающим 2017 годом. Хочу, чтобы этот 2017 год был самым счастливым в их жизни, чтобы они запомнили его на всю свою жизнь, чтобы они были счастливы, здоровы, чтобы у них все было хорошо. Я поздравляю с Новым годом бабушку, дедушку, маму, папу, свою сестру, всех близких, которые у меня есть. Конечно, не все привыкли к камере и не сразу находили нужные слова. Но искренности хорошее настроение в этом случае куда лучше четко продуманного сценария. Люди спешили по своим делам, совершали покупки перед праздниками, но находили минутку, чтобы поделиться отличным настроением и делали снимки на фотоаппараты и телефоны. Мы с мамой пошли сюда, чтобы купить подарок учительнице, сертификат. И мы увидели елку, а тут стоял телевизор. Мы подошли и сфотографировались. Я была здесь с молодым человеком и своей любимой сестренкой. Мы проходили мимо, и вы нас уговорили сфотографироваться. Мне это понравилось, захотелось, и я с радостью приглашилась. Честно, мы долго думали над этим. Просто один из нас захотел очень сильно сфотографироваться, вдруг что-то выиграл. Ну вот, мы долго-долго колебались, ну и решили это сделать. Почему бы и не. Каналы мы и смотрим, мы смотрим новости, региональные именно. То есть поэтому там очень интересные репортажи. Идет он, в принципе, у вас в вечернее время, что как раз позволяет, когда приходишь с работы, узнать какие-то новости о своем городе. Каждый четный день декабря наша съемочная группа ждала всех желающих поздравить родных, друзей, знакомых и незнакомых с Новым годом. Любой посетитель Аквамола мог в любой день и час подойти к телевизору «Репортера-73» с фирменным хэштегом и сделать фото. По условиям конкурса за самое креативное, размещенное в сети, наш телеканал дарил новогодний подарок. Победителей оказалось 10. Их фотографии мы нашли по хэштегам в социальных сетях и пригласили героев для вручения призов. Это было удивительно, когда я прочитала это сообщение. Но мама сказала, что она не сможет приехать, и я приехала сюда одна. Ну, вообще неожиданной была, конечно, смс-ка о том, что мы выиграли. Потому что мы не так часто выигрываем в каких-то конкурсах, но где-то пытались участвовать в лотерейках каких-то, но не выигрывали. А в этот раз нам просто повезло. Я думаю, это такое небольшое новогоднее чудо произошло. Было вообще неожиданно. Вообще, я даже не ожидала, с утра проснулась, мне молодой человек сказал, Лесь, ты выиграла приз. И я такая, да ладно, я не поверила вообще. Главный приз достался Елене Грининой. Она сделала самое оригинальное фото. Получить сообщение с приглашением на вручение подарка конкурсантка не ожидала. А то, что она еще и победила, для Елены было самым большим предновогодним сюрпризом. Сначала я не поверила своим глазам, потому что, а потом просто мне пришло осознание, что я что-то выиграла. И я в маршрутке ехала вся счастливая, просто у меня настроение на целый день просто из-за того, что я победила. Я пришла в Афамон просто погулять и увидела, вот ваш телевизор прочитала. И дальше пошла гулять, нашла Санту и попросила его помочь мне осуществить мое желание, чтобы я выиграла что-нибудь. Наши телезрители с нами. Команда репортера 73 была рада встретиться с теми, для кого и вместе с кем мы делали новости. Мы поздравляем вас с Новым годом и желаем побольше приятных сюрпризов. Делайте новости вместе с нами. Мэри Поппинс с Новым годом. Так называется музыкальная история, которую на этой неделе в Ленинском мемориале для юных зрителей и их родителей представил Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский». Пришедшие на главную концертную площадку нашего региона увидели обновленную сцену и услышали музыку знаменитого отечественного композитора Максима Дунаевского, который любезно разрешил использовать его произведение. В фойе Ленинского мемориала дети и школьники водят хороводы вокруг елки и участвуют в различных конкурсах. Очень приятно. А это мой Дедушка Мороз. Между прочим, зимний волшебник. И я советую вам быть с ним поосторожнее, а то может заморозить. Класс! И пока участники новогоднего представления с помощью Деда Мороза и Снегурочки помогают справиться с очень строгой, а местами их жесткой няней, в Большом зале Ленинского мемориала идут последние приготовления для второй части представления. Это новая невероятная история по мотивам знаменитой английской сказки Памела Треверс «Мэри Поппинс», который для юных и не только ульяновцев поставил лауреат региональных театральных фестивалей Алексей Храпсков. Мне бы хотелось, чтобы, посмотрев этот спектакль, родители больше занимались бы и были больше с детьми, понимали их проблемы, разделяли их заботы и так далее. Чтобы дети не боялись родителей, чтобы дети доверялись своим родителям, чтобы семья была не разобщенная, а чтобы были все вместе. Алексей Храпсков вместе с коллегой Дарьей Долматовой написали сценарий музыкального спектакля, где играют, поют и танцуют артисты молодежного театра, выпускники актерского факультета ОЛГУ. И все это в сопровождении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра, музыканты которого находятся практически рядом с артистами в оркестровой яме. Одна из лучших сцен города и области сегодня открывает свою новую историю, историю именно театра, музыкального театра, который, к нашему сожалению, когда-то не удалось родить, воссоздать, создать. А сегодня мы, благодаря сотрудничеству с театральной труппой, то, что мы имеем уникальный оркестр симфонический, мы действительно обладаем теми условиями техническими, что сегодня мы открываем эту яму оркестровую, мы сегодня помещаем наших артистов, именно симфонический оркестр в оркестровую яму, мы создаем театрализацию. К слову, оркестровая яма на сцене Большого зала Ленинского мемориала была с самого начала его постройки. Она не использовалась из-за того, что в Ульяновске нет соответствующего театра, например, ни музыкального, ни театра оперы и балета. Что же в итоге получилось? Каждый из пришедших на представление может сделать сам, но это очень зрелищно. «Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантна сама от меня, без ума и весьма почтенный, джентльмен с видой, мальчишка любой». Невероятная музыкальная история Мэри Поппинс с Новым годом удивит, заставит смеяться и захватит воображение юных зрителей, а также их родителей. Алексей Матюнин, Иван Демидов, репортер 73. Берегись автомобили! Автовладельцам и вообще всем жителям области в дни предновогодней оттепели советуем внимательно поглядывать наверх. Две машины уже приняли на себя снежно-ледяной удар в Ульяновске и Димитровграде. На припаркованное авто с разницей всего в пару часов с ближайших крыш полетели приметы весны – сосульки. К счастью, никто не пострадал. В том, что рано или поздно проблема разрешится, никто не сомневается, однако, что делается уже сегодня и как скоро опасности сверху и снизу будут исключены. Ответ в материале Анжелы Забашты. Снежная лавина сошла с крыши пятиэтажки прямо на припаркованный автомобиль. Итог. Лада Гранта полностью лишилась заднего стекла. Крыша и лобовое прогнулись. Инцидент произошел в Димитровграде днем 27-го числа. Хозяйка авто в этот момент находилась в доме. Известно, что девушка не местная приехала в гости из Тольятти. Я в это время находился на работе, услышал громкий шум. Я вышли, посмотрев, что случилось, увидели, что между шестым и седьмым подъездом стоит разбитая машина Лада Гранта. Было совершенно очевидно, что или с крыши, или с козырька балкона упала глыба льда. На место выехала коммунальная служба, которая принялась очищать кровлю и растаскивать припаркованные у подъездов автомобили. По предварительным данным, огромный кусок льда упал на машину с козырька одного из балконов пятого этажа. Хозяйка авто о произошедшем узнала не сразу. Девушка собиралась ехать домой, а на улице ее ожидал вот такой неприятный подарок. Спустя несколько часов аналогичная ситуация произошла в Ульяновске. По иронии судьбы, глыба льда на полдена 19 рухнула тоже на припаркованную у дома Ладу. Правда, Калину. Поставил, припарковал вечером машину, с утра вышел, когда стекло было разбито, подошел в салоне лед, то есть с крыши, получается, падает снег, разбивает стекло. И вот с того момента, как снег выпал, первые обращения там были вот две недели назад в управляющую компанию. Но управляющая компания оказалась не оперативной. Не помогли обращения на личный аккаунт в Питере и постоянные звонки. После произошедшего крыши 19-го дома на Полбино и близлежащих по-прежнему оставались без внимания коммунальщиков. Практически. Все же белые листы с надписью «Осторожно, возможно, падение сосулек» прикрепили. Кстати, пострадавшая сторона обратилась в полицию. Извеление будете писать? Буду. Давайте все оформим. Давайте оформим. Откуда снег получается упал? Машина стояла вот здесь, снег упал отсюда и просто перепарковал ее сейчас сюда, потому что, видите, там тоже нависает над крышей снег. Если на вашу машину упала с крыши снежная масса или сосулька, первое, что вы должны сделать – включить аварийную сигнализацию и вызвать полицейских. Если подобное случилось на дороге, например, машина пострадала из-за работы коммунальщиков, набирайте ГИБДД. Ни в коем случае не двигайте автомобиль, но делайте фотографии происшествия. Крыша ли это дерево или дорога, они обязательно кому-то принадлежат, так что на место ЧП постарайтесь вызвать и собственника. Работает 8 бригад, работают 2 автовышки, в районе 20 домов каждый день мы исчищаем. В первую очередь чистим там, где входные группы, так как представляется более опасность жителям. У нас есть график, составленный буквами Зашвязского района. Работаем согласно этому графику. 28 декабря кровлю на полбины 19 коммунальщики расчистили. Напоминаем, что очистка козырьков, балконов лежит на плечах собственников квартир, а не управляющих компаний. Анжела Забаштай, Иван Зинидов, репортер 73. В новогоднее чудо. Исполнение самых заветных и сокровенных желаний верят все дети. Написать письмо Деду Морозу и ждать, когда загаданно исполнится, волнительный момент в предпраздничной кутерьме. В уходящем году помочь новогоднему волшебнику взялись власти Ульяновской области. На наряженные в фойе правительства елки появились снежинки с письмами детей из многодетных и опекунских семей, а также детишек с ограниченными возможностями здоровья. Старт благодарительной акции «Елка желаний» дал лично глава региона. Деду Морозу надо помогать. Вы все это знаете, потому что ребятишек много, а Дед Мороз один. Вот мы добрыми такими помощниками сегодня с вами возьмем каждый по одному желанию. Мы его исполним. 30 открыток, от которых веет теплотой, детской верой волшебные чудеса, украсили ветви новогодней елки в здании на площади Ленина. Члены правительства и администрации губернатора с 25 декабря станут воплощать мечты маленьких авторов посланий. Ксюша, 11 лет, город Димитровград. Телефон. Ну, наверное, в 11 лет пора уже. Колесникова Екатерина, 10 лет. Сурская, большую красочную книгу сказок и большую куклу. Василиса, 9 лет, Теренгульский район. Красивая кукла Барби. Надеюсь, мы осуществим ее желание. Ибрагимов Рамиль, 6 лет, рабочий поселок Вишкайм. Большой конструктор лего. Мы обязательно осуществим эту мечту. Доброй традицией наряжать елку желаний в нашем регионе уже несколько лет. Первые лица региона с охотой примеряют на себя роль Деда Мороза и исполняют детские желания. Итоги благотворительной акции подведут 30 декабря на губернаторской елке. Не остался в стороне и Сергей Морозов. Варвара, 10 лет, из старой маянии. Вчера только там были. Просит, знаете что? Деда Морозова. Коньки. Глава региона признался, что когда-то в детстве коньки были и его заветной мечтой. А сегодня он сам поможет исполниться желанию маленького человека из новогодней столицы губернии. Каждый даритель лицом к лицу встретится с ребенком, чье имя вписано в открытку. И возможно, как отметила Екатерина Уба, из этой встречи в будущем получится прекрасная и добрая история. Дорогие друзья, я вас всех призываю делать такие шикарные подарки знакомым и незнакомым людям. И этим самым говорить о том, что мы все искренне любим свою страну, гордимся Ульяновской области и с огромным удовольствием поздравляем каждого. Региональный Минздрав подвел итоги уходящего года. Медицинская тема в 2017-м, впрочем, как и всегда, одна из самых актуальных и значимых. Что сделано за год? Какие новости сами медики считают наиболее важными? И как будет развиваться отрасль в наступающем 2018-м году? До наступления нового года областные ведомства встречаются с прессой. Рассказывают об итогах работы, планах на ближайшие два года, новых решениях и отвечают на сложные проблемные вопросы. 29 декабря журналистов собрали в зале Министерства здравоохранения Ульяновской области. Если 2017 год коротко обрисовать, это новые технологии, это технологии того, что ранее не было в территории Ульяновской области. Это открытая реанимация, проект, который реально работает, который будет распространяться и работать, когда мы даем возможность доступа к нашим тяжелым пациентам. Напомним, о проекте открытая реанимация заговорили в конце 2016-го. На воплощение этой идеи требовалось 20 миллионов рублей. Президент России инициативу поддержал, и уже в марте 2017-го года программа заработала в полную силу. Что это такое и в чем новаторство? Это шесть коек для экстренных больных, возможность находиться с ребенком рядом в этот тяжелый период. По закону Российской Федерации, нахождение родственников в стационаре не запрещено, однако реальность совсем другая. На встрече с журналистами речь зашла и о слиянии двух ведомств Министерства здравоохранения и Главного управления труда, занятости и социального благополучия. Никаких отрицательных моментов в таком нововведении за год работы не увидели. Напротив, считает министр, если задач и прибавилось в несколько раз, работать стали быстрее, а вопросы решают в экстренном порядке. Ну и самая главная тема, конечно, перинатальный центр. Столько было разговоров, что мы только не слышали, но есть четкое понимание. С первого по восьмой ориентировочной цифры перинатальный центр откроет свои двери. Это не просто начнет свою работу после проведения всех процедур лицензирования, испытания. Перинатальный центр важен прежде всего тем, что заниматься будет и тяжелыми родами. Например, новорожденными с весом в 500 грамм. Журналисты задали вопрос, будет ли учреждение принимать пациенток из других регионов. Такая возможность совсем не исключена. Правда, и острой необходимости в этом нет, поскольку свой перинатальный есть и в Пензе, и в Самаре. В 2017 году все финансовые выплаты, которые были определены бюджетом, они все в полном объеме выплачены. То есть у нас на меры соцподдержки было потрачено более 6 миллиардов 540 миллионов рублей. И индексация по итогам 2017 года, по сравнению с 2016 годом, составила 6,5%. В следующем году продолжится работа ведомства с общественной палатой Ульяновской области. К 2019 году обещают разгрузить ситуацию с орфанными заболеваниями и зависимостью от федерального бюджета. 5-7 миллионов пустят на ремонт детских подразделений, которые находятся за чертой города. В повестке на 2018-й радиологический центр Димитровграда, информатизация поликлиник и решение вопросов по отсутствию необходимых медпрепаратов в области. Анжела Забашта, Юрий Тимонин, репортер 73. А в Меликесском районе в преддверии Нового года в Муловке открыли обновленный ФОК «Текстильщик». Он обошелся региональной казне почти в 10 миллионов рублей. Деньги выделили по целевой программе развития физической культуры и спорта на территории Меликесского района на 2014-2018 годы. Накануне открытия съемочная группа наших коллег с портала «Димград-24» оценила возможности спортивного сооружения. Как оказалось, часть помещений уже активно используют местные спортсмены. Растяжка и разминка прямо на полу. Педагог танцевального коллектива в Муловке и родители воспитанников теперь не переживают, что детки заболеют от холода. После ремонта местного дома культуры, построенного в конце 40-х годов прошлого века, теплая одежда для репетиций детям просто не нужна. У нас стало тепло, у нас стало уютно. К нам поступила очень большая техническая база. У нас появилось новое оснащение. Ребятки у нас теперь занимаются в комфортном зале, с профессиональными станками, зеркалами. У нас теперь есть полочки для грамот. Ремонт единственного в поселке дома культуры местные жители ждали давно. В 2017 году на ремонт очага культуры было выделено более 6,5 миллионов рублей из областного и порядка 350 тысяч из местного бюджета. Крыша, фасад, система отопления и автоматической сигнализации, а также актовый зал. Еще порядка 4,5 миллионов рублей были потрачены на оснащение материально-технической базы дома культуры. От всех своих организаций и от всего населения нашего поселка я хочу выразить большую благодарность Сергею Ивановичу Морозову. Вот уж кто без конца к нам сюда ездил и все время нам помогал до бесконечности. И потом, если бы не наша администрация Татьяна Викторовна и ее помощница Людмила Николаевна Гасич, у нас бы, наверное, тоже мы не вошли бы ни в одну программу не вошли, а теперь, благодаря всему этому, мы вошли в программу и нам сделали такой подарок, просто я не знаю. О том, как важно уделять большое внимание маленьким населенным пунктам, говорил в ноябре 2017 года и губернатор Ульяновской области на последнем чтении бюджета региона. Сергей Морозов тогда много говорил и о том, что помогать финансово область будет в первую очередь тем муниципальным образованием, в которых активную позицию занимает администрация и сами жители. И в этом случае Муловка опять в числе передовиков. На сегодняшний день, значит, мы вот видим вот то, что сделано. Но в основном-то, конечно, это было сделано в течение вот последних двух лет. Проблем было очень много, я просто сейчас вкратце скажу. Значит, во-первых, у нас массово текли крыши, дорога была у нас в ужасном состоянии, люди вынуждены были ездить по грунтовке, сейчас дорога у нас прекрасная, дорога у нас чистится постоянно. Уличное освещение у нас сделано, у нас сделано текстильщик, где будут заниматься наши дети, сделан прекрасный клуб, очень много сделано. В части совхозной у нас, значит, сделан медпункт, которого раньше не было. Говоря о том, что было сделано в Муловке, местные жители особо отмечают. Таких результатов невозможно было бы достичь без открытости региональной власти и жесткой позиции губернатора. Наталья Васильева, Кемран Кичимайкин, Виталий Немов. Специально для репортер 73 из Димитровграда. Принято считать, что ЖКХ в России в состоянии пациент скорее мертв, чем жив. Но с этим поспорят жильцы домов, находящихся под управлением компанией «Мегалинк». В домах производится плановый ремонт, деньги, уплаченные из ремонта содержания, идут на ремонт дома, а не успешно осваиваются. Сегодня такая работа воспринимается как нечто исключительное, но в компании настаивают, такое возможно везде, нужен только конструктивный диалог с жителями. Если жители домов замерзают, в подъездах грязь и разруха, если жить некомфортно, принято ругать управляющие компании. Однако тогда, когда жители УК понимают друг друга, они ведут конструктивный диалог. Результат быстро дает о себе знать. Пример можно увидеть своими глазами на врача Сурова-20. Компания «Мегалинк» работает там согласно плановому ремонту. И уже заменила окна в трех подъездах, тамбурные двери, установила светодиодное освещение, ремонт систем отопления, косметический ремонт подъездов, а для подвальных продухов даже разработала решетки собственной конструкции. На сегодняшний день он ремонтировал три подъезда. У нас план управляющей компании на пять лет. Что и как ремонтировать, решают сами жители. Сколько это будет стоить – тоже. Дизайн, детали оформления подъезда – все под контролем жителей. Конструктивный подход с обеих сторон позволяет не просто понимать друг друга, но и плодотворно сотрудничать. Тепло в подъезде. Мы все себя чувствуем, прямо как у себя дома, можно сказать. Мы очень благодарны нашей управляющей компании. В любое время, если мы не позвоним, что-то узнать, что-то конкретное, нам всегда помогают. От нас очень многое зависит, как и от нашей управляющей компании. Нам очень приятно, что мы сейчас называем «Мегалинк» нашей компанией. Мы вкладываем большой смысл в это слово «наше». Потому что у нас стало тепло, у нас стало уютно. Красивый, теплый подъезд хочется украшать, благоустраивать и сохранять в нем порядок. Кстати, этот дом не какой-то образцово-показательный. Жильцы дома номер 15 по бульвару Пенденский могут похвастаться тем же. Адресов много. Такая работа ведется на всем жилом фонде. Везде производится качественный ремонт. Собственники планируют те работы, которые им необходимы. Мы предлагаем свои работы и приходим к общему решению на совещаниях с советами домов. На проезде Сиреневой в доме номер 7 тоже ремонтируются подъезды. Эстетика во главе угла. Красота, удобство и безопасность – главные критерии ремонта. Жители всех домов, находящихся под управлением компании «Мегалинк», уверены, если сотрудничать, то невозможного или непосильного не бывает. Вместе все просто. Павел Половов, Юрий Тимонин, репортер 73. «Елочка кори». Слова, которых ждали ульяновцы, ждали с прошлого года, ознаменовали начало новогодних праздников. На Центральной городской площади вечером 26 числа собрались жители и гости Ульяновска от мала до велика, чтобы своими глазами увидеть, как вспыхнут огни на главной елке. Еще в начале месяца ее привезли и собрали, а после нарядили. Но праздничные гирлянды не зажигались до 26 числа. Зажжение новогодних огней – гвоздь программы вечера, но отнюдь не его завершение. Площадь Ленина подготовилась к встрече гостей. Фигуры Деда Мороза и Снегурочки, светящиеся арки, зона отдыха и питания, гигантский световой новогодний шар. Режиссеры с душой подошли к организации праздника, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Несколькими днями ранее старт праздничным мероприятиям дали в Старой Мане, новогодней столице региона. Однако финальный отсчет ульяновцы по традиции начинают, когда загорятся огни на 20-метровой елке на площади Ленина. Посмотреть на без преувеличения главное украшение города в радостном настроении пришли сотни горожан. Мы хотим поздравить Россию и ульяновцев с наступающим Новым Годом, счастья, здоровья вам и номер 50 в школе привет. Всех своих родных, знакомых, да и незнакомых, всех с наступающим Новым Годом. Мы с отличным настроением пришли, вот с детьми ждем Деда Мороза. Очень сильно хотим поздравить всех людей вокруг, пожелать счастья, здоровья, в первую очередь, чтобы много денег было. Самое хорошее настроение, всем передаю привет, всем удачи, всем самому лучшему. С Новым Годом наступающим! От имени губернатора Ульяновского Сергея Ивановича Морозова, от имени правительства региона я желаю вам всем счастья, удачи в Новом Году, пусть он будет ярким, незабываемым, удачливым и пусть все ваши мечты сбываются. Да, мы в 2017 году многое преодолели, мы многие трудности с вами преодолели, достигли замечательных успехов, но есть еще сложности и трудности, и я уверен, что мы с вами в 2018 году их также преодолеем. Организаторы постарались на славу, чтобы создать волшебную сказочную атмосферу, выступления творческих коллективов и театрализованные представления на сцене, ростовые куклы-аниматоры среди праздничной толпы, гостеприимный домик Деда Мороза. Но все люди на площади с нетерпением ждали, когда главный герой праздника появится на сцене, чтобы произнести заветные слова и зажечь огни на маяке Нового Года. Этот непорядок, ноученька, мы сейчас быстро исправим, но для этого мне, друзья мои, нужна ваша помощь. Поможете дедушке? Да! Не слышу, поможете? Да! Дружно скажем, раз, два, три, наша елочка горит! Праздничный салют расцвел золотыми цветами в темном небе, возвестив, что главная городская елка засияла огнями, которые будут гореть до конца новогодних праздников. Жители областного центра каждый вечер ждет насыщенная программа и особенно яркой будет новогодняя ночь. С сегодняшнего дня как бы вот эта площадь ждет ульяновцев, гостей города. Здесь будут проходить разнообразные мероприятия, будут, работают интерактивные зоны, работает замечательный каток и, конечно же, дом Деда Мороза. Последняя неделя уходящего года время начала череды развлекательных мероприятий на городских площадках Ульяновска. Город давно украшен и готов во всем блеске и великолепии встретить год наступающий. Мы еще не знаем, каким он будет, но, конечно же, хотим, чтобы все загаданное сбылось и желаем этого другим. Вера Мещерякова, Константин Никитин, Репортер 73. Встречайте новогоднюю ночь с телеканалом Репортер 73. В 23.30 включайте ваши телевизоры на 21-й кнопке и вы увидите поздравления от жителей города. А ровно в полночь после боя курантов вас и всех ваших близких поздравит лично губернатор Сергей Иванович Морозов. С Новым годом! Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня.